Первый в Чебоксарах многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг открылся в 2010 году. Сегодня работают уже четыре офиса. Горожане эту форму работы оценили по достоинству. Процесс оформления документов занимает заметно меньше времени. Еще один МФЦ скоро откроется в северо-западном микрорайоне столицы. Специально под него реконструируют помещение по улице Эльгера. С ходом работы знакомился глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков. Четыре тысячи человек в сутки сюда будут обращаться за услугами. В рабочий день с 8 утра до 8 вечера примерно 4 тысячи жителей северо-западного района здесь будут. А в центральном сколько? Сегодня, можно говорить, примерно 6 тысяч. Алексей Ладыков поручил завершить работу по асфальтированию в ближайшее время до наступления дождей. До заморозков необходимо закончить тепловой контур здания, чтобы рабочие могли вести отделочные работы при низких температурах. А в бывшем помещении вечерней школы по улице Социалистической ведется капитальный ремонт. Как только он будет закончен, сюда переедут часть учеников 61-й общеобразовательной школы, которые загружены сегодня на 200%. В новом учебном корпусе планируется создать 500 мест. Это поможет частично решить проблему второй смены. Во всяком случае, ребята 5-11 классов смогут ходить на занятия с утра. Капремонт проводится в рамках республиканской программы развития образования. Половину средств выделяет республиканский бюджет, вторую – городская казна. Летом этого года было подписано соглашение, в котором прописаны условия финансирования. Из республиканского бюджета средства идут в этом году в районе 44 миллионов рублей. И на следующий год средства идут из муниципального бюджета на финансирование ремонтных работ в этой школе. Соглашение подписано. Были кое-какие проблемные вопросы. Но после того, как глава республики услышал наше обращение, все проблемы были решены. Соглашение подписано. Объявлен конкурс. Определен подрядчик. Подрядная организация, нам известно, строила, ремонтировала и реконструировала в городе несколько социальных объектов. С открытием нового корпуса появятся условия для профильного обучения старшеклассников. Здесь оборудуют лаборатории химико-биологического, физико-математического, информационно-технологического и других направлений. Ремонт пристроя начался в сентябре. Завершить его планируют к лету. Работы на объекте идут по графику.